Обычно для изготовления кухонной мебели используют три вида материалов – ДСП, МДФ и массив. Последний – самый традиционный и самый дорогой. Качественное дерево экологично, не боится влаги, температурных колебаний служит очень долго. Но помимо немалой стоимости, кухню из массива может, что называется, повезти. ДСП и МДФ – варианты альтернативы массиву, но со своими особенностями. К примеру, ДСП хорошо переносит механическое воздействие – влажную уборку, колебания температур. Но при нарушении технологии может разбухать от влаги, а также быть источником вредных веществ. МДФ себя ведет лучше. Это мелкодисперсная плита, она более влагозащищенная плита. МДФ – это уже что-то глянцевое, структуру древесное, то есть какие-то можно оттенки придумать, покрасить, можно пластик использовать. Это уже МДФ, на основе МДФ используется. МДФ намного плотнее материал, соответственно, на него можно наложить интерьерную краску, пластик и так далее. Из чего бы ни была сделана кухня, она требует грамотного ухода. Важно соблюдать рекомендации производителя. Ухаживать за ней, протирать, не подвергать прямому воздействию воды. Нужна присутствовать вытяжка, которая вытягивает пары. Ее нужно защищать от солнечных лучей, потому что любой материал, он как ни крути, он не естественный природы, он подвержен каких-то механическим воздействиям, заводского изготовления. Соответственно, он может выгорать. Чтобы кухня не выцветала, достаточно правильно ее разместить, так, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Если же неприятность все-таки произошла, действовать придется, исходя опять же из материала. Если на фасадах есть лакокрасочное или пластиковое покрытие, их могут подновить в заводских условиях. Окрашенное дерево подкрасить. Если же кухонная мебель с натуральной текстурой, то, скорее всего, испорченные фасады придется менять полностью.